Добро пожаловать на канал! Сегодня в меню вкусная и сытная мясная лазанья под соусом бешамель. Преимущество такой лазанья в том, что готовится она из тонких армянских лавашей и запекается в течение 15 минут. Получается очень вкусной и очень сытной. Давайте приступим к ее приготовлению. Для приготовления понадобится 1 упаковка тонкого армянского лаваша, 500 г мясного фарша, помидоры, луковица, морковь, твердый сыр, моцарелла, соль, специи к мясу и универсальная приправа. Для фарша берите те приправы, которые вам больше всего нравятся. Для соуса бешамель понадобится молоко, мука и сливочное масло. 2 столовые ложки муки, 50 г сливочного масла и пол-литра молока. Приступаем к приготовлению. В сковороду с разогретым растительным маслом отправляю в фарш и обжариваю до готовности. Фарш по вкусу подсаливаю. И добавляю специи. Немного приправ к мясу. Немного вот такой приправы универсальной. Черный молотый перец. Все перемешиваю и фарш готов. Перекладываю фарш в глубокую миску. И буду подготавливать овощи. Овощи буду перебивать на чоппере. Также можно порезать ножом или натереть на терке. Лук готов. Чоппер мне его перебил очень мелкими кусочками. Но также можно сделать и ножом. Отправляю обжариваться лук до мягкости, до полупрозрачности. Перебиваю чоппером морковь. Ее также можно натереть на терке. Просто чоппер это сделает очень быстро. И морковь отправляю к луку. Обжариваю все до готовности. Также перебиваю помидоры. Помидоры готовы. Получилось такое томатное пюре. Отправляю его в сковороду к овощам. И все вместе протушиваю в течение 5 минут. По вкусу посолю, поперчу. Немножко добавлю сахара. Пережаренные овощи с томатами отправляю к фаршу. Все перемешиваю. И добавляю 1 столовую ложку измельченного укропа. Начинка для лазанни готова. Отставляю ее в сторону. Подготовим соус бешамель. Возьмем 50 г сливочного масла. 2 столовые ложки муки. И пол-литра молока. Хорошо разогретую сковороду налью немного растительного масла. И добавлю кусочек сливочного. Растоплю его как следует. Добавлю 2 столовые ложки муки. И не переставая помешивать, буду вливать пол-литра молока. Огонь у меня при этом умеренный. Буду уваривать в соус до загустения. По вкусу подсаливаю. И немножко добавлю мускатного ореха. Если не любите, не добавляйте. Все перемешиваю и увариваю на небольшом огне. Пока соус не загустеет. Затем перелью в кружку. Соус готов. Подготавливаем теперь лазанью. Беру листы лаваша. И обрезаю их по размеру формы. В которой буду все запекать. У меня получилось 4 лаваша. То есть будет 3 слоя мясных. Саму форму смазываю кусочком сливочного масла. Выкладываю первый лаваш. И на него мясную начинку. Сверху начинку поливаю соусом бешамель. И так далее. Чередую каждый слой промазываю мясной начинкой. И поливаю соусом. Накрываю последним лавашом и смазываю его кусочком сливочного масла. Сверху все посыпаю небольшим количеством тертого сыра. Я взяла сыр моцарелла. Вы можете взять любой другой на ваш вкус. Сыра понадобилось всего 100 г. Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаю 15 минут. Через 15 минут наша лазанья готова. Разрезаю ее на 4 части, чтобы было удобно переложить на тарелку. И посмотрите, какая она получилась. Красивая, аппетитная, румяная. Вот так она выглядит на тарелке. Аромат непередаваемый. Пахнет на всю кухню. Разрезаю на порционные кусочки. И сразу же подаю. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить и вы. Порадовать себя и своих близких. Готовится легко. Очень просто. Быстро. Ну а поедается еще быстрее. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok